Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня на зимней выставке собак. Вы сегодня познакомитесь с декоративными собаками самых разных пород. На выставке нам повезло. Можно было сразу рядом увидеть два вида китайской хохлатой собачки – без шерсти и пуховичка. Эти собаки славятся своим характером и нежной привязанностью к хозяевам. Они бывают как голые, так и паудер-пуф, то есть две разновидности. У них очень ласковый, добрый характер, они очень игривые, очень любят детей, очень ласковые. То есть для дома, для деток, для семьи это очень замечательная порода. Знатоки породы утверждают, собачки эти тонкой душевной организации, например, не переносят смену хозяина, когда это происходит со взрослыми собаками, очень сильно страдают. Карактер нежный, ласковый, добрый, обидчивый, любит, чтобы на нее обращали внимание, любит общество. Душа, как говорят в народе, это душа человека. То бишь, объясню, если хозяин, не дай бог, приболел, она может часами находиться возле больного человека и никуда не проситься даже на улицу. То бишь, сколько хозяину надо, столько она будет рядом. Вот. Какая особенность еще у китайской хохлаты? Значит, они очень теплолюбивые, несмотря на то, что у них длинная шерсть, так как у них, вернее, пух, а так как у них нет подшерстка и нет остевого волоса. Поэтому они, несмотря на свою величезну своей шерсти, вот потрогать я, они очень шерстяные, но они все равно мерзнут. Желательно спят под одеялом с хозяйкой. На выставке была еще одна редкость – немецкий шпиц. Старейшая европейская порода. Собаки эти умны, сообразительны и игривы. Это столько эмоций. Вот это взрыв эмоций. Это только положительные эмоции. Эмоции, вот ничего. Вот, да, немножко стесняются. А еще нас порадовало присутствие шицу. Они любят быть в центре внимания, очень говорят душевные и находят общий язык со всеми домочадцами. Очень ласковая. И она как бы и на подушку, но в тот же самый момент ее желательно выставлять, чтобы показать ее всем. И я бы не сказала, что она тяжела в уходе. Достаточно каждую неделю его мыть. А так это очень замечательная, очень понятливая собака. Шицу любят играть и не нуждаются в больших прогулках. Я влюблена в этих собак. Это не первая собака у меня уже. Кому нужен друг, кому нужен питомец, добрейшая душа, очень преданная собака. Ну, вообще, к детям прекрасно относятся, к другим питомцам, если есть в доме. Характер ненавязчивый. Ну, в общем, шикарно. Единственное, конечно, кто не хочет шерстью заморачиваться. Ну, можно постричь. А вот таксы популярны всегда, независимо от моды. Их ум, их жизнерадостность, вот этот вот позитив в жизни. Вот мы взяли Боню, она настолько эмоций нам приносит. Собака просто не знает границ, вот она ее распирает везде и всегда. Она всегда с нами, она очень семейная собака. Мы ее всегда с собой берем, то есть, очень такая веселая. Вообще, без нее жить уже не можно. А вот русского той-терьера встретишь редко. Любит очень взрослых, детей ненавидит. Он убегает, кусает, рычит. В душе он у нас большой, несмотря на то, что он такой маленький-маленький. Понятно. Вот. Ну, так он для души. Ну, а с мальтезами на выставку обычно всегда приходит вся семья. Сегодня вот с внучкой Дашей, Егоркой, приехала в этот замечательный, на эту замечательную выставку. Мы здесь уже не первый раз. И Лучик здесь уже был. И у нас уже юный чемпион России. И, ну, хотим еще получить титул. И хотим, чтобы это мероприятие запомнилось и внуков. Выставка «Собак зимой» – это особый праздник. Конечно, выбирали лучших. Конечно, давали эксперты советы. Но главное – встретились в новом году люди с общими интересами и любовью к самому верному другу человека. В рубрике «Рядом с другом» мы видим фотографии Надежды Скоронной и ее собак. Все утятки уже бегают и сами плавают. А этот все от мамы утки оторваться не может. И волк может быть другом. Тренируются будущие волейболисты. Хозяева обещали устроить в сборную. Иногда мы видим их летающих высоко в небе, черных грифов и белоголовых сипов. Самых больших птиц в наших просторах. А вот рассмотреть вблизи мы их сможем только в наших зоопарках. Этот вольер построили специально для грифов и сипов, чтобы показать и крымчанам, и гостям нашего полуострова наш вот такой птичий символ. У них большой вольер, но летают они здесь редко. У нас три грифа и три сипа. Так как виды неконкурирующие, питаются одним и тем же, могут спокойно находиться в одном вольере. Вообще сложно их содержать вот так в неволе? В принципе, никакой сложности. Главное – питание и чистота содержания в вольере. Грифы занесены в Красную книгу во всем мире и охраняются законом. Этих санитаров леса, питающихся только падалью, не так много у нас в Крыму. Но в последние годы популяция стала больше и насчитывает около 60 птиц. Ну а мы продолжаем знакомство с кошками на выставке, которую прошла недавно в Симферополе. Перед вами редкие, но забавные девонрексы. У девонрексов, у них, конечно, их особенность – это кудрявая шерсть. Эти еще пока молодые, завиток еще не совсем сформировался. Потом большие уши, низкопосаженные. Ну, конечно, их девонский характер необычный. Они больше похожи по характеру на обезьян. Они любят высоко куда-нибудь залазить, на полки, на шкафы с шифонерой. Любопытные. Все им интересно поиграть, посмотреть. У этих кошек не только внешность особенная, но и характер удивительный. Девонрексы отличаются от других пород тем, что, во-первых, у них оригинальный внешний вид, очень красивая мордочка и очень выразительные глаза. А по характеру у них среднее между кошками, собачками, собаками и обезьянками. Они очень цитализированы и направлены на человека. А сейчас гости из Феодосии. Редкая персидская кошка. Жаль, но этих кошек почти не встретишь на выставках. В чем сложность? Сейчас узнаем. Очень успокаивает нашу нервную систему. Если у нас есть время посмотреть телевизор, мы присаживаемся на ножки, рядышком, начинаем мурчать. Иногда даже мы спим рядом. Многих смущает то, что нужно раз в день расчесать свое животное, поухаживать за ним. Один раз промыть глазки утром. А так, в принципе, каждое животное надо умыть, поухаживать. Но они очень ласковые, преданные, спокойные. Настоящий компаньон. Ну а сейчас о популярных шотландских веслоухих. Поинтересуемся, чем так подкупают людей эти кисули? Наверное, благодаря своей внешности, они такие с кукольными мордочками, с маленькими ушками. Похожи и на совят, и на маленьких деток. И мордочки с таким сладким выражением, baby face, выражение из такой у кошатников. И благодаря своей шорстке, гладкой, плюшевой, такой очень удобной в уходе. И плюс у них все очень хороший характер. Они безобидные, ручные. Вы спросите, кто мне особенно понравился, и в кого я по традиции влюбилась, скажу. Вот в этого бенгальского кота. Когда я вижу его бездонные бирюзовые глаза, отойти не могу. Ой, глаза нам доставились даже не знаю от кого. Глаза у нас, конечно, бесподобные. Говорят, бенгалы еще и очень терпеливы к человеку, несмотря на примесь дикой крови в породе. Во-первых, они красивые. Они безумно красивые. Они ласковые. На самом деле они очень ласковые. Несмотря на свой такой вот вид дикий, они очень ласковые. Они компаньоны. Они очень любят общество. Они любят детей. Они любят играть с детьми. Бенгал никогда не обидит ребенка. А сейчас поговорим с экспертом о популярности той или иной породы. У нас же идет, вот оно по синусоиде, были персы. Очень много всегда во всем зависит от личности человека, от личности заводчика. Вот персы пользовались огромной популярностью. Потом эта любовь пошла на спад. Сейчас у вас появились заводчики, появились, которые полюбили это дело, которые умеют это делать. И я смотрю, вот опять персы, и хорошие персы, и достойные, и конкурентоспособные. Выставка хоть и племенное мероприятие, но для тех, кто любит кошек, это настоящий праздник, на котором можно задержаться, любуясь кошачьей красотой. В рубрике «Чей хвост» у нас сегодня еноты. Стоит ли заводить это экзотическое, но очень интересное животное? Этот зверь отличается от кошки и собаки не только своим внешним видом, но и, говорят, превосходит интеллектом многих животных. Еноты – самостоятельные, уникальные личности. В неволе живут от 10 до 25 лет. Подходят не для каждой семьи, не все способны ужиться с енотом под одной крышей. Еноты крайне чистоплотны, они очень любят купаться. Енот может жить в доме. И в квартире, но обязательно должен быть вольер или клетка. Енот может помочь только с уборкой в доме. Его можно и нужно учить, как относиться к домочадцам. Енот любит шалить и хулиганить. Если ему что-то интересно, он будет трепать, обнимать и прыгать. Цена от 3 до 35 тысяч рублей. В нашей киношной рубрике мы вам рекомендуем посмотреть новый фильм «Путь домой». Это добрая история о приключениях маленькой собачки, которая в силу обстоятельств оказалась сотнях километров от родных мест. Белла идет домой через леса и горы, встречая на своем пути как друзей, так и врагов. В фильме в рамках постановки все сделано на отлично. Особенно компьютерная графика. Ума, например, которая сопровождает собаку, создана полностью при помощи визуальных эффектов. Так что, если любите приключения маленьких зверушек, этот фильм ваш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин